Добрый день, меня зовут Дмитрий Эдлер, я автор торговой стратегии Forex Impulse. Сегодня 5 мая и это аналитика для клиентов брокерской компании Amarkets. По традиции начнем с пары евро-доллар. Евро-доллар сейчас подошел к ключевому уровню 1.08968 и находится в определенном накоплении. Сейчас нужно ожидать импульсного движения, либо на пробой уровня 1.08968, тогда начнутся продажи, либо будет отскок от этого уровня и тогда продолжатся покупки. Фунт, та же самая ситуация, уровень 1.24684 является достаточно сильным ключевым для него и это движение больше похоже на откат. Отсюда я ожидаю все-таки какого-то импульсного движения на продолжение продаж, но по факту нужно будет смотреть. То есть если будет пробой этого уровня импульсно вверх, то будем покупать. Если отскочит импульсно вниз, то можно будет продавать. Доллар-франк. Также находится у ключевого уровня 0.96618, уровень сильный и здесь пока идет накопление под уровнем и прижатие. Опять же нужно будет посмотреть хороший импульсный выход из этого накопления, либо на пробой уровне 0.96618, либо на отскок от него и тогда можно будет уже решать, определяться с направлением движения и со сделками. Иена близка к своему ключевому уровню 106.470, от которого стоит ожидать отскок и продолжение каких-то покупок, вернее начала покупок. Ну как только подойдет сегодня, нужно будет посмотреть по факту, что произойдет. Какая реакция будет у Иены на уровень 106.470. Если пробьет его, то естественно будут продажи. Австралийский доллар подходит к ключевому уровню 0.64671. От него я ожидаю продолжения продаж. Здесь нужно будет у уровня посмотреть формирование точки входа и тогда можно будет заходить в продажи. Новозеландский доллар, ситуация та же. 0.6760 является ключевым уровнем. Здесь стоит посмотреть формирование точки входа на продажу и, собственно говоря, продавать. Если уровень пробьет вверх, то, естественно, начнутся покупки. Канадский доллар подходит к уровню 1.4364. Это его коррекционный уровень, то есть есть определенное восходящее движение. И от этого уровня я ожидаю продолжения покупок по канадскому доллару. При формировании точки входа. Если провалится под уровень 1.4364, есть еще один уровень 1.4364. То есть вот этот диапазон. В нем уже совершать какие-то сделки не стоит. При пробитии уровня 1.4364 начнутся продажи. Но пока что на сегодня ждем от уровня 1.4364. И точка входа на покупку. Золото находится в накоплении. Накопление тоже буду расторговать исключительно на выходе из накопления. Пока никаких предпосылок на конкретное направление движения цены по золоту нет. Поэтому если будет импульсный выход из накопления вверх на пробой уровня 1.7863, то будем покупать. Если будет пробой уровня 1.69837, тогда можно будет продавать. СМП-500 сейчас находится в коррекции. Коррекционное движение к уровню 2.851.9. От этого уровня ожидаю продолжения продаж. При формировании точки входа можно будет здесь встать в продажи. Нефть подходит к уровню 2.863. Это очень сильный ключевой уровень. Пробой его пока не ожидаю. Все-таки коррекция от него возможна. Причем такая серьезная коррекция, которая может превратиться в продажи. То есть смена тренда. Поэтому возле уровня будем смотреть развитие ситуации. Если все-таки уровень нефть пробьет, то начнутся достаточно интересные покупки. Могут начаться. Но данная ситуация на самом деле сомнительна. Поэтому ближе к делу будем смотреть. Ну а на сегодня это все. Подписывайтесь на канал брокерской компании Амаркетс. Подписывайтесь на мой канал. Все ссылки в описании. Всего доброго. Удачи в торговле.